Продолжение следует... Яркий, дикий, активный, как вы любите. Ну и идите-ка вы в очко, я буду снимать влоги, понятно? Это мой рехаб и я прихожу в сознание. Коя, 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 коя. Стоять, 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 стоять. Пойдем, 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 пойдем. Выходи. Тиша. Бедам, 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 бедам. Стой, 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 на дорогу не беги. Блин, сто лет не ходил. Вот так не разговаривал с камерой на самом деле. Доброе утро. Коя, пойдем дальше. Не скажу, что мне непривычно. Хорошие новости, что у меня абсолютно отсутствует социальная... Как это сказать? Не могу вспомнить слово, у меня отсутствует социальная трусость в целом. Ну, то есть, мне вообще все равно. Кто сейчас на меня смотрит, даже здесь в парке никого нет, но anyway. Блин, Коя. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай по льду. Можешь меня покатать? Давай туда. Бегом, бегом, бегом. Все, какими? Короче, у меня отсутствует социальная трусость. Она куда-то пропала. Потому что в какой-то момент мне неловко было в России говорить на камеру. Знаете, сейчас мне ничего не неловко. Это парк Горка. Китай город. Здесь я живу. Но недолго я принял решение отсюда съезжать. Сейчас вернусь домой. Ааа, лестница. И все, вам расскажу. Коя. Давай, давай, давай. Домой. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, малышка. Это тебе. Кушай. Моя жизнь пошла под откос. Довольно давно, между прочим, если вы не заметили. Знаете, я сегодня разговаривал с отцом. Ночью разговаривал с мамой. Они знают все это. Они знают всю историю про наркотики. Они знают все про... Они знают все про моих девушек. Возможно, не очень это понимают, но я им рассказал. Главный смысл этого видео. Черт возьми. Главная причина того, что случилось в моей жизни за последние полгода, год, как ни парадоксально, заключается в том, что мне стало лень. Я сдался. Я перестал доделывать вещи до конца. Я делал много дел. Я начинал огромное количество проектов. Как снимать видео каждый день. Как поехать через Россию на лимузине. Буткэм. Какие-то... Какие-то идеи на Ютуб. И я ничего этого не доделывал до конца. Я не доделывал это до конца, потому что... Потому что на начальном этапе я видел, что у меня что-то не получается. Я опускал руки. Я сдавался. И... И за какое-то время это выработало во мне идиотскую привычку лениться. Я... Я перестал просыпаться рано утром. Я... Я лежу в кровати, когда проснусь. Я не могу встать. Мне... Мне незачем это делать. Мне не хочется этого делать. Я могу проебать полночи, смотря видосы на Ютуб или... Вообще не знаю как. А потом спать до обеда. К вечеру я начинаю ебать себе мозги и разрушать себя за то, что я ничего не сделал. При том, что я сам вогнал себя в это положение и сам ничего не делал. Это видео сейчас, опять же, оно не для просмотров. Оно не для того, чтобы мой канал стал миллионом. Я всего этого хочу. Я хочу миллион подписчиков на Ютубе. Я хочу собрать Олимпийский. Я хочу зарабатывать 10 миллионов в месяц. И я знаю, что я все это могу. Я знаю, что у меня это все будет. Но у меня это будет при одном единственном значении. Я подниму свою ебаную жопу и буду работать. Я возьму себя в руки. Я перестану лениться. Я в буквальном смысле занимаюсь сейчас трудотерапией. Я решил, что это будет мой рехаб. Мой буткэмп. Он будет на Ютубе. Он будет в Телеграме. Я буду каждый день что-то делать. Буду делать видео. Буду делать контент в Телегу. Не важно. Но я буду занимать себя работой. От начала дня до конца. Не буду отдыхать. Не буду залипать в Ютуб. Не буду страдать хуйней. И тогда мои демоны листамут ко мне заглядывать. Аж если это будут вот такие коротенькие видосы. Влоги. Разговорные видео. Они будут сейчас на моем канале. Потому что мне нужна трудотерапия. А Ютуб. Видео. Камера. Вы. Это и есть моя работа. Пора прибраться дома. У меня весь дом кровища. Здесь. Здесь весь пол в крови. Весь матрас в крови. Здесь. Здесь все в крови. Вот почему, сука. Чтобы начать что-то делать. Чтобы взять себя в руки. Нужно почти сдохнуть. Скажите мне. Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Продолжаем убираться. Я все сделал. Берись в доме. Берись в кошке. Че? На улице снег. Короче. Я сегодня до сих пор не кушал. Мне не хочется. Но. Навряд ли это хорошо. Поэтому пойду что-нибудь перекушу. Прикинь. Я сегодня влог снимаю. Так. Захер стоит. Захер стоит? Не. Я захер не хочу. Короче. Не. Я хочу трав большой. Блин. Друзья. Мне бы хотел кушать что-нибудь. Но. Типа. У меня нет аппетита совсем. Кашу можно рисовую. Сырник. Ну давай. Все. Пусть с этого начнется мой рехаб. Он называется. Сэм. Полывянный. Да он знает. Да я знаю. Да я знаю. Поэтому с сегодняшнего дня. Это день первый. Рехаб. Больше такой хуйни никогда не будет. Новых начинаний. Спасибо бро. Давайте мне иду. Как круто. Что в моей кофейне меня понимают. Китай город. Я никогда не любил Китай город. Я никогда не хотел здесь жить. Мне всегда казалось что это какое-то злачное место. И я переехал сюда. Минутку. Я тогда не мог принимать. Взвешенных решений. Потому что. Опять же я был не уверенный в себе. Я был слабый. И одно из этих решений было переехать на Китай город. Да. Я приехал в Москву и у меня не было квартиры. У меня не было денег, чтобы снимать квартиру. И я почему-то снял эту квартиру за 80 тысяч рублей. При том, что у меня не было этих денег. Зачем я это рассказываю? Да просто делюсь с вами. Камон. Я идиот. 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 Ладно. Поделился с вами мыслями. Через час ко мне приходит чувак из Orange Gang. Чуваки из Orange Gang это те, кто купили кожуру. У нас свое сообщество. Поэтому покупай кожуру, чувак. Там огромное количество крутых фишек. Например, ты можешь прийти ко мне домой записать трек, если у тебя есть кожура. Ты представляешь? Anyway. Даже, блядь, видео про риха поставил рекламу. В пять ко мне придет чувак. Я забиваю себя работой. Трудотерапия. Я не страдаю хуйней. Ложусь спать вовремя. Это мой первый день возвращения. Спасибо, что были со мной. С вами был Сэмпл Ивян. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова